Здравствуйте, с вами Фахридин Солохеддинов и это программа интервью. В столице прошел 15-й форум по закупкам, открытости, управлению и профессиональной этике «ПРИМА». Мероприятие стало ежегодной платформой, где эксперты из 24 стран-участниц собираются вместе и вносят свои рекомендации по реформированию системы госзакупок. Подробнее о самом мероприятии мы побеседуем с нашим специальным гостем. Директором практики Всемирного банка по инновационным решениям в сфере госзакупок Криш Кришнакумара. Здравствуйте, мистер Кришнакумар. Здравствуйте. Добро пожаловать в Узбекистан. Спасибо большое. Начиная нашу беседу, хотелось бы попросить вас рассказать подробнее о форуме «ПРИМА» и его важности. Большое спасибо. Для начала хочу отметить, проведение 15-го форума «ПРИМА» в Узбекистане очень символично. Я очень рад, что юбилейный форум проводился именно в Ташкенте. Форум «ПРИМА» – это закупки, профессиональная этика, управление и открытость. Участники обмениваются опытом по реформированию системы госзакупок. Это позволяет странам-участницам работать вместе в этом направлении, поддерживать связи и учиться друг у друга. Более того, мы рассматриваем опыты других стран, которые не входят в «ПРИМА». Говоря о системе госзакупок, если сделать ее эффективной, то какие привилегии это даст стране? Давайте сначала сделаем общий обзор. Что такое госзакупки? В среднем у каждой страны на это уходит от 1 до 15% ВВП, то есть миллиарды, в зависимости от уровня ВВП. Поскольку деньги на госзакупки – это средства, поступающие от налогоплательщиков, важно относиться к этому осторожно, тщательно и делать правильные закупки во всех сферах жизни населения. Это государственные инвестиционные программы. К примеру, реставрация дорог, строительство школ, больниц, развитие энергетики. Это типичные капитальные инвестиционные проекты, которые позволяют развивать частный сектор и создают рабочие места для населения. Все это очень взаимосвязано. В общем, эффективная система госзакупок позволяет правительству достигнуть цели – получение лучшей отдачи от затрат, что, в свою очередь, должно улучшить качество жизни населения. Как насчет прозрачности в этом процессе? Как ее достичь? Что такое прозрачность? Я приведу вам один пример. Он не относится к закупкам, но люди поймут, что это такое и что это даст. Это пример из реальной жизни. В Индии проживают представители различных религиозных конфессий, и у каждой есть место для молитвы. В одной из них есть обычай. Каждый год нужно предоставить храму определенное количество молока. Это своего рода обряд. Все жители поднимаются на вершину холма и выливают молоко в котел. К концу дня монах забирает все собранное молоко. В один день, когда обряд уже завершился, монах вышел, чтобы посмотреть, что в котле. Он заглянул в него, и как вы думаете, что он увидел? Я даже представить себе не могу. Воду. На это есть две причины. Первая. Каждый подумал, что если он или она вместо молока выльет немного воды, то никто не заметит. Вода смешается с молоком, и в итоге все равно никто ничего не поймет. Вы представляете себе? Каждый так подумал и сделал это. Котел был полон воды. Теперь подумайте, как можно было сделать этот процесс прозрачным. Если бы котел был сделан из стекла, можно было бы увидеть, что кто-то льет воду. Это классический пример, чтобы каждый понял, что мы имеем в виду под прозрачностью. То есть, если вы не сделаете все открытым, то у людей будет склонность к коррупции. Давайте теперь это свяжем с закупками. Если контракты заключаются с победителями на аукционах, и если их публиковать, то процесс становится прозрачным. Нужно публиковать результаты. Кто победил, кто проиграл на аукционе, почему они проиграли. Это позволит открыто обсуждать, что же было не так с контрактом, и в дальнейшем послужит для улучшения качества предлагаемой продукции частным сектором. Конечно же, я могу приводить многочисленные примеры, но давайте ограничимся классическим. Очень интересный пример. Насколько я понимаю, открытый в системе госзакупок позволит завоевать доверие частного сектора и развивать ГЧП. Не так ли? Я имею в виду, что правительство может вкладывать в инвестиционные проекты совместно с частниками, а не только само. При этом снизится нагрузка на госбюджет. Очень интересный вопрос. Он тесно связан с повышением уровня доверия местного бизнеса. Это связано с этим, так? Да. Также вы и говорите о государственно-частном партнерстве. Частный сектор совместно с государством участвует в реализации госпроектов. Но позвольте мне сфокусироваться на повышении уровня доверия частного сектора. Это сильно взаимосвязано с вопросом привлечения инвестиций. Так как же повышать уровень доверия? Позвольте привести вам пример по теме, по госзакупкам. Если эта система коррумпирована, профильные институты не функционируют эффективно, если система кишит бюрократии, что приводит к задержке, подписанию контрактов, предоставлению услуг населению, частный сектор знает, что случится. Не будет доверия? Нет доверия. Частный сектор убежит, сказав, что у них нет интереса в сотрудничестве, или скажет, что согласен, при этом подняв цены. Известные аналитики утверждают, что во многих странах цены на торгах низкие, несмотря на прозрачность системы. Участие на торгах неактивное из-за отсутствия доверия у частного сектора. Помимо открытости, есть еще много элементов, которые должны быть также развиты. К примеру, платежная система. Ее задержки негативно сказываются на доверии частного сектора. Но для того, чтобы избежать бюрократии и создать эффективную систему госзакупок, многие страны используют передовые IT-решения, инновационные проекты. Какие есть примеры из стран-участниц Прима? Очень хороший вопрос. Я могу с гордостью сказать, что Всемирный банк работает со многими странами Европы и Центральной Азии по разработке и реализации электронной системы госзакупок. Один пример – Узбекистан. Правительство совместно со Всемирным банком и другими партнерами работает над этой системой. Это очень полезный проект. Он увеличит уровень прозрачности, доверие частного сектора, но мы не должны ограничиваться этим. Это не панацея ко всем проблемам. Нужно рассматривать, совершенствовать и другие процессы. До того, как внедрять электронную систему госзакупок, нужно реинжинировать остальные процессы. Приведу пример, не называя страну. У нее есть одна из лучших систем электронных госзакупок. Но когда мы сделали анализ, почему много контрактов задерживаются, мы увидели много преград в процессах вне системы. За системой госзакупок было много законов, приводящих к задержкам. Например, чтобы заключить контракт, зарубежная компания должна была зарегистрироваться в стране. Представьте, инвестор внес средства, прошел все этапы, выиграл торги, и потом правительство говорит ему, «Эй, подожди, теперь надо регистрироваться». И весь этот процесс займет еще 4-5 месяцев. Что случается в этом случае? Теряется доверие, о котором мы говорили ранее. Также после этого всего компания просто повысит цены готового продукта из-за издержек. В-третьих, это приводит к коррупции на этапах регистрации. Итак, мы работаем с правительствами над устранением этих недостатков. Сама система недостаточна, если за ней есть еще много других негативно влияющих факторов на госзакупки. Итак, до внедрения электронной системы госзакупок нужно наладить процессы за ней и только потом внедрять ее. Я вас правильно понимаю? Точно. Нужен комплексный подход ко всему процессу. Я не говорю, что не внедряйте систему для решения всех проблем. Нужно внедрять систему и одновременно выявлять и устранять проблемы за системой. Параллельная работа. Верно. В то же время, как я понимаю, госзакупки должны совершаться в национальной валюте, не только долларами, поскольку их курс колеблется и они ненадежны. То есть также нужно укреплять национальную валюту. Чтобы ответить на этот вопрос, я сфокусируюсь на том, как закупки должны планироваться и управляться. Все это взаимосвязано с вашим вопросом. Итак, если вы собираетесь реализовывать большие инвестиционные проекты, вы не будете выходить на рынок, который не знаете. Анализ рынка позволит вам определить, какой подход нужно применять при закупках. К примеру, при реставрации дорог анализ показал, что в стране есть достаточно квалифицированных компаний с приемлемыми ценами, которые могут реализовать этот проект. Так нужно работать с местным рынком. При этом, даже если есть зарубежные участники аукциона, которые хотят участвовать в процессе, можно подкорректировать все под национальную валюту. Это эффективный способ. Но представим, что анализ показал недостаток в специализированных компаниях, им нужно привлекать зарубежные предприятия. Как же вы собираетесь завоевывать их доверие национальной валютой? Как вы скажете им, участвуйте в процессе, и мы заплатим вам в национальной валюте? Мы знаем, что во многих странах национальная валюта колеблется, и доверие зарубежной компании будет потеряно. В идеале, нужно развивать мультивалютную систему, когда вы нацелены на зарубежный рынок. Мистер Кришна Кумар, мы завершили первую часть беседы и переходим ко второй. Под названием «Завершите фразу». Я говорю вам начало фразы, и вы должны закончить ее, используя свой подход. Итак, первая фраза. Работайте усердно. С очень эффективной системой госзакупок в стране. Вторая фраза. Составьте план и... Заимитесь им. Третья. Правильное управление госзакупками. Принесет для граждан лучшие результаты. Мистер Кришна Кумар, спасибо, что уделили свое время и приняли участие в нашей программе. И вам большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин